Привет! Я вам сейчас расскажу про совершенно новые Lexus RX. Только что снимала про них полноценные видосы, так что, если интересно, скоро будет на канале. Прям вот скоро-скоро. Ну, смотрите, кроме того, что здесь новая морда, заточку сделали еще длиннее. Здесь совершенно новая платформа, то есть сзади теперь здесь классическая многорычажная подрезка. Новая платформа не дала увеличение по габаритам автомобиля. Он все абсолютно такой же, как и прошлое поколение. Вот там стоит RX предыдущий по длине, но он буквально на пару сантиметров шире и на полтора сантиметра он ниже. То есть он немножко сплющился и раздулся, как это бывает у современных автомобилей по нынешней моде. У него бывают 19 и 21 колесные диски. В нашем случае это топовая машина F-Sport и колеса 21. У него прекрасная диодная оптика, бесключевой доступ и старт-стоп. Здесь отныне нет мотора V6 даже в топе. Здесь бензиновый 2.4 и, собственно, он единственный здесь из чисто бензиновых машин. Все остальное будет гибридом. Смотрите, какая Алькантара. Просто супер. С прошивочкой, с формовкой, видите, с узором. Вообще салоны сделаны очень классно. По крайней мере, если говорить про F-Sport, да и тот просто, он второй у нас Lexus, он просто чисто черный и такой немножко слишком классический для меня. Я люблю машины с какими-то цветными салонами. Вот новая мультимедиа. Ничего подобного раньше не было. Раньше топовая мультимедиа была меньше, чем этот экран. Значительно. Сейчас два варианта экрана. Вот это топ. Здесь, ну, смотрите, что поменяли. Во-первых, ушел этот ублюдочный тачпад, который никто не любил. Ну, сделали джойстик такой себе. Раньше же был классический здесь вариант автомата. Увы, нет теперь. Убрали кнопки. Вместо них все в сенсорной панели, но сделали достаточно крупно. Не стали, как у китайцев, куда-то туда засовывать в недра экрана. Экрана, подогрев руля, подогрев сиденья. Все здесь есть. Двунзонный климат-контроль. Беспроводная зарядка для телефона. Вон она там в глубине. Причем сделали помимо нее. Очень удобно. И Type-C, и Type-A. USB разъемы. Кнопками. Только то, что отвечает как бы за безопасность. То есть это подогрев стекла, подогрев зеркал. Приборная панель. Ну, такое себе разрешение. Могли бы сделать и лучше. Только что проверяли. Я покажу у себя везде прекрасно работает здесь адаптивный круиз-контроль. То есть здесь есть и удержание в полосе движения, предотвращение столкновения. Здесь электрический багажник. И сами сиденья, смотрите, очень красивые. Здесь вот эта вишневая кожа. То есть ее не стали сделать вырви глаз, вот как попа павиана ярко-красный. И здесь теперь вишневая алькантара, вишневая перфорация с черными вставками. Ну, короче, прям по салону машина кайф. Кстати, едет тоже кайф. Только что на ней целый день катались. В общем, абсолютный... Вот, короче, что у RX самое лучшее? И это всегда так было. Это то, как он едет. Вот эта совокупность факторов динамики, прекраснейшие подвески и валкости в меру. Валкости здесь мало. Но зато здесь есть просто очень комфортная подвеска. И вот с этим новым мотором 2.4. 200... Сколько валует? Не помню. 89, что ли? 78. 278 сил. То есть... 279. Да, 279. Раньше был 299. Большая. Сейчас 279. Чистый бензин. Вообще прекрасно едет. Так что машина, по ощущениям от езды, машина мечта.